Так, всем сидеть. Когда ты последний раз дрался? Раз удар, два удар, падаешь, вытираешь сопли. Сколько лет ты проработал у отца? Да хребет бы у них не выдержал с таким отцом. Какой у тебя тогда был прайс? Сколько стоили твои услуги? Кабинетное пролизывание всего и вся. Да не дадуньте, да кому она нафиг нужна? Я хотел построить свою Америку в России. Получилось? Нет. Шучу, не шучу. Привет. Меня зовут Герман Дьяк. Я стоматолог отечественный. Гость у нас сегодня в интервью будет отечественный. Ребята на площадке тоже отечественные. И компания, про которую я вам сейчас расскажу, отечественная. Да, вы поняли совершенно верно, это реклама. И мне ни капли не стыдно. Все дело в том, что у ребят в стом-шоп я покупал все свои наконечники еще пару лет назад. Я покупал свой стул с подлокотниками год назад. И проверял их в деле, обращаясь в сервис. И вот что получилось. Когда я выбирал свой наконечник, не отечественный, мне помогли очень дельными советами. Они, как обычно, когда мы отправляемся в магазин, нам говорят, ну, посмотрите сами на сайте. И подобрали классный продукт. Когда я сломал свой стул, упав с него, мне подобрали деталь с завода. И я смог его починить. И ребята сейчас делают промокод. Он на экране. Вы можете использовать его, чтобы получать скидку на классное оборудование. Как отечественное, так и неотечественное. Все подробности смотрите в описании. А сейчас приятного просмотра. Ладно, ладно, все, начинаем. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях последний царь Индодонтии, чтобы это не значило, Иван Ючнов. Давай сразу начнем вот с этого термина, который у тебя в Инстаграме в описании. Что это значит вообще? Что это такое? Ну, вообще, люди очень часто воспринимают за чистую монету какие-то шутки, которые я отпускаю у себя в аккаунте. И на самом деле у меня что не пост, это отсылка к чему-либо, которая не относится к клиническим случаям, а относится к жизни в целом. И мне порой интересно пощупать вот именно сознание людей, поиграть за их, что называется, такие нервы, за их нитки и понять, где у них предел. Потому что, что называется, создать для них какую-то ситуацию, когда они в этой ситуации показывают, какие они настоящие. И последний царь Индодонтии, этот термин, я не знаю, шапка в профиле, она появилась тогда, когда я начал замечать многие аккаунты, другие в Инстаграме, где люди, венерологи, писали о том, что они... Через И? Через И, да. Она, конечно, не Венера, но что-то венерическое в ней есть. Люди писали о том, что они ставят виниры четвертой ступени, уникальная запатентованная методика установки виниров. То есть, они под соусом того, что у них какая-то ноу-хау технологии, они пытались преподнести, точнее, так скажем, они под соусом ноу-хау технологии преподносили обычную стандартную манипуляцию. Я думаю, а чем я хуже? Сейчас эксперт не тот, кто умеет что-то делать руками, а тот, кто первый сказал, что он эксперт. Я думаю, ну, ради прикола назовусь последний царь Индодонтии. И вообще, вот это слово «царь» мне как-то дал мой приятель, итальянский стоматолог Пускуаль Венутти, который как раз-таки популяризировал методику препарирования зубов, тангенциальную, безуступную, вертипреп. И он говорит, о, царь Иван, царь Иван. Я читал лекцию просто у него в Италии, мы с ним так загружились еще давным-давно с форума Денталтауна и познакомились там. Он меня пригласил как раз-таки прочесть лекцию. И он мне всегда говорит, о, царь Иван, царь Иван, ну, не назовусь я последний царь Индодонтий. Есть там последний император Федор Емельяненко, ну, я буду, значит, последний царь Индодонтий. В одном ряду. То есть это абсолютно... А получилось так, что получилось так, как получилось. Люди стали меня называть последний царь Индодонтий. Кто-то, наверное, думает, что у меня какая-то там корона на голове. Ну, я абсолютно приземленный человек. Вот про давным-давно. Давай немножко распутаем клубок твоей биографии. Потому что я периодически вижу у тебя фотографии такие архивные, где ты на учебе в Штатах в том числе. Вот твое начало стоматологической карьеры, твое обучение, как вот это было? Когда ты учился в России, поехал туда, вернулся? Мы с тобой уже кулуарно разговаривали. Ты меня спрашивал, какие я интервью вообще смотрел. И я многие интервью пересмотрел. И начну немножко издалека. Любой стоматолог, практически, который к тебе приходил, он начинал вот с чего. Вот я родился в Москве в 80-х, на краю города. Мача вдруг ударила в голову. Там в детском саду начал ругаться матом. Я сам из маленького города под Москвой, Подольск. По ЕГЭ баллы были не очень хорошие. В 12 лет ты работал в маленьком городе, в котором 40 тысяч населения. Я родился в бедной семье. Было время, ей попрошайничали, соответственно, в 90-х. А там девочки впервые и... Бит Кровостока наложите сейчас. Да, наложите бит Кровостока. И мне так стало интересно. У нас все стоматологи либо из рабочих кварталов, либо от САХИ, либо какие-то, не знаю, чуть ли там не бывшие сидельцы и бандиты. У меня абсолютно было не так. Я, на самом деле, из московской интеллигентной семьи. У меня семьи врачей. У меня мама гастроэнтеролог. Папа у меня стоматолог. Мы тоже сегодня с Куларой разговаривали. Папа у меня родился в городе Сталинград. У меня не Волгоград. Мама у меня из Тюмени. Они потом переехали в Москву, начали учиться в ММС. То, что у нас называется в обиходе 3-й медицинский вуз. Сейчас ММГМСУ называется. Соответственно, там познакомились. И в 1984 году я, скажем, появился на свет. Я не хотел быть стоматологом. И меня никто не заставлял быть стоматологом изначально. Я вообще хотел быть летчиком военной авиации. Всегда у меня... Мы как раз-таки вот с Пашей Полой, на чем мы познакомились, когда в Питере общались, он очень увлекается самолетами, а я увлекался авиамоделированием. Особенно вот времен Второй мировой войны. И... Ну, так получилось, что с точными науками у меня не зашло. И вот эта любовь мастерить что-то своими руками, а еще зарабатывать, получая за это деньги, я экстраполировал на стоматологии. Я понял, что мне нужно в жизни определиться. У меня хорошо были языки. А поскольку дедушка у меня полковник внешней разведки, то есть для меня, в принципе, с языками, я думаю, генетически задалось, в плане особенно английского языка. Но психологически, наверное, я был не настолько, скажем, стабилен в плане уйти от слежки, там, завербовать кого-то. Я понял, что мне нужно заниматься то, чем мне нравится по жизни. Я пошел в стоматологию. Я поступил в 2000 году, проучился 4 года. И, учитывая, что я хорошо знал язык, была возможность, был грант президента Российской Федерации на тот период времени Владимира Владимировича Путина. Изменилось многое? Изменилось. Ну, нет, потом был Медведев, сейчас опять Владимир Владимирович. И была возможность, соответственно, поучаствовать в конкурсе относительно по обмену. И вот как раз-таки где-то в 2005 году я поехал в университет Нью-Йорка, Стони Брук. Это город, который находится на Лонг-Айленде. Это была научная интернатура. Мы занимались исследованием, значит, неприятного запаха изо рта, колесология, микротвердость дентина. Но прежде, когда я туда поехал, до этого, такой небольшой исторический такой флэшбэк, у меня отец тогда работал в компании TBI. Была такая компания, Бачковский был владельцем этой компании. Это первые были дистрибьюторы на российском рынке хироус кюльцера, материалы каризмы и так далее. И к ним на тот период времени приезжали французы, немцы, которые работали на операционном микроскопе. Они проводили демонстрацию по излечению инструментов. И он тогда очень сильно этим воодушевился. Он мне приносил проспекты различные. И мне это тоже, соответственно, понравилось. Я говорю, вау, микроскоп. Вообще так можно работать с микроскопом, лечить зубы даже с микроскопом. Потому что для меня это было нечто такое изряда вон выходящее. Как зубы, зубы. А тут вроде как и под микроскопом. Это уже в 2005 году они такое делали. 2005 год это было. Это еще чуть позже было. А микроскоп, наверное, впервые в России появился раньше. Это где-то был где-то середина... Даже, наверное, 90... Нет, не середина 90-х. Это был год 97-98. Я так думаю. Это как раз-таки TBI, наверное, была одна из первых клиник, и компании клиник, которые привезли сюда микроскоп Carl Zeiss Pro Magis. Это дедушка ProErgo. Вот того микроскопа, на котором я сейчас, на котором у меня сейчас в клинике. Вот. И он тогда же, когда я уже поступил в университет в 2000 году, принес книжку Путепульпы. Эндодонти она у нас называется. Тогда была под редакцией Соловьевой Анны Михайловны, если не ошибаюсь. Она как раз в Петербурге, по-моему, тоже начинала одно время. По-моему, даже была чуть ли не профессором какого-то питерского вуза. Наверное. Ну, ты должен знать. Вот. И я там выяснил, что, оказывается, есть отдельное направление, занимающиеся лечением корневых каналов. И когда я приехал в Америку, я подошел к преподавателю и говорю, слушайте, а у вас правда есть такие эндодонтисты, которые занимаются чем-то? Да, говорят, знаешь, что они делают типа в год? Я говорю, не знаю, понятия не имею. У нас есть даже те, кто на самолетах, наверное, на собственных летают. Так, вау, круто там. Ну, а для молодого парня там... Я даже... Я не то чтобы думал о деньгах на тот период времени. Мне нравилось то, что я могу делать что-то своими руками, но пломбы, они недостаточно маленькие. А вот когда ты занимаешься в канале в ограниченном пространстве, пытаешься там извлечь инструмент, найти канал в канале, дополнительную анатомию, обработать этот корневой канал, да еще и под микроскопом, как нейрохирург, вот тогда у меня, пожалуй, произошло полное осознание то, чем я хочу заниматься, в каком направлении я хочу двигаться. Эндодонтии у нас не было, ну, как и сейчас, нет отдельного направления на нашем институте. И вот как раз таки в 2005 году, не имея никакого представления, я подошел к одному из заведующих кафедрой по эндодонтии и говорил, знаете, я хотел бы попробовать поработать на микроскопе. Ну, не поработать, а посмотреть вообще, что это такое. Это у нас было? Нет, это было как раз в Стонебруке, да. Сеймур Фридман был заведующий кафедрой тогда, кафедрой эндодонтии. И я посидел за микроскопом, это была фирма Global, американская. Кстати, очень неплохая фирма. Значит, я посидел за ним, говорю, а есть у вас курсы? Он говорит, надо поискать. Познакомил меня с одним из таких тоже топовых эндодонтистов Нью-Йорка того времени, который приходил и преподавал в университете. Значит, он говорит, я сейчас тебе помогу найти курс. И первый курс, на который я попал, был курс по апекальной хирургии. Я вообще понятия не имел, что такое апекальная хирургия. Я помню, в книжке по эндодонтии была отдельная глава, Дональд Эрнс ее написал, но тогда не было вот этих биологически обоснованных протоколов хирургического лечения, ретроградного препарирования, пломбирования. Нам было просто отсечь микроголовкой, точнее, конусовидным бором в микроголовке препарировать ретроградный канал и запаковать это амальгамой. Вот как бы что-то я такое на пальцах еще тогда понимал. Я попал в Киму в 2005 году, как раз таки посидев за микроскопом Лейка. Тогда это было еще до того, когда Лейку стала сюда привозить кава. И я понял, что я хочу работать именно на непосредственно микроскопе. Я даже на госэкзамены не приехал, я как раз таки на эти курсы и пошел. И, по сути дела, тот грант, который мне достался, я его использовал, ездил по Америке и учился работать на микроскопе. Причем изначально это была опекальная хирургия, а потом я учился работать на микроскопе, препарируя зубы во всех квадрантах, во всех сегментах. То есть это была такая ортопедическая стоматология. Работа через зеркало, позиционирование зеркала, позиционирование пациента. То есть микроскоп, по сути дела, это 20%. Все это на то, как ты выстроишь эргономику вокруг себя. Это и стул, и ассистент, и блок ассистента, и блок врача, и мебель расположения, и расположение микроскопа. То, что мы называем микроэргономикой, и, соответственно, макроэргономикой. Вот этот грант, он подразумевал год? Или сколько это там было? 8 месяцев. То есть вот этот грант подразумевал, что там 8 месяцев. Он заменяет обучение последнего года? Он не заменял обучение последнего года, потому что у нас так устроена страна изначально исторически, что все всегда поцукно, как у левши, который сказал, что, ребят, ну, у англичан-то уже нарезные ружья, никто кирпиченых не чистит, пора. И я к чему это говорю? Потому что я когда приехал, опыт мой особо никому не был интересен. Я приехал в воодушевленных. Давайте, микроскопы, двигаем, кафедриндодонтии. Я пришел там на кафедру госпитальной терапевтической стоматологии, тогда был заведующий кафедры, на непокойный Барар. Я пришел к Щиликину, Валентину, не помню, как по отчеству. Он сказал, пошел ты, я и так знаю, без тебя у меня опыта много. Так вот, к чему я это хотел сказать? Я хотел бы сказать к тому, что, когда я вернулся обратно, этот опыт не был никому нужен, но само по себе обмен не подразумевал, точнее, грант обучения не подразумевал каких-то вот, ну, выделили какую-то сумму денег, вот она вот таким образом реализована. Ну, смотри, ты туда поехал, воодушевился, вдохновился, приобрел новые знания, вернулся и увидел, что это никому особо не нужно. А у тебя не было мыслей, желания, может быть, уехать туда и там работать? Нет. Ну, как? Изначально нет. У меня возникла, прежде всего, цель, которую я себе поставил. Я понял, что я хочу быть профессором, я хочу изучить докторскую диссертацию, выстроил себе модель частной практики, где я буду работать эндодонтистом, где где-то я буду работать частично в найме и буду преподавать в университете, и буду первым в России заведующим кафедрой по эндодонтии. Но, понятное дело, жизнь так устроена, что когда ты себе ставишь эти цели, у тебя возникают по жизни испытания, которые раз удар, два удар и падаешь, вытираешь сопли. Что это за удары были? Ну, разного рода. Я, ну, как говорится, там, как-то выражение, в путь соли надо съесть, да? Это нечто похожее. Разные удары. И на самом деле много всегда было психологических барьеров от разных коллег. Мне всегда говорили, да, слушай, ты молодой, да ты выше себя никогда не прыгаешь, да эндодонтия, да кому она нафиг нужна? Эндодонтия, с одной стороны, подтачивает профилактика, с другой стороны, импонтология. И тогда эндодонтию никто не оценивал серьезно, никто к ней серьезно не относился. Ну, зуб, киста, до свидания, надо удалять. Вот и все. И мне говорили, что тебе будут отправлять один шлак, ты будешь постоянно разгребать за кем-то, куча говна. И так оно и произошло. Я помню первые свои кейсы, там, пять сломанных инструментов. Или, например, там, закройте перфорацию, там, пройдите канал, я прихожу, а там перфорация, она просто на устье канала заходит. То есть, вот такого рода, там, непроходимые какие-то каналы и так далее. И ты, конечно, понимаешь, что ты что-то делаешь, у тебя что-то не получается. Ты начинаешь, там, расстраиваться. Ну, самое главное, понимать, что у тебя в голове есть определенная цель, которой ты должен идти. Вот поставить себе задачу и к ней идти. И будет все. Но только лишь для того, чтобы ты стал в этом плане сильнее. И ретроспективно, вот сейчас, то, когда я начинал сейчас, и то, как я чувствую в себе уверенность, я считаю, мне это помогло. Меня это сделало сильнее. И, наверное, добавило сурового взгляда из того мальчика-дуванчика, да, вот тот, кто сейчас перед тобой сидит. Ревилайн. Международная компания, основанная в 2013 году врачом-стоматологом и специализирующаяся на производстве средств гигиены полости рта. Ревилайн предлагает вам различные варианты сотрудничества. Закупайте продукцию по оптовым ценам и самостоятельно реализовывайте ее. Получайте промокод для пациентов и процент от заказа. Мы можем нанести ваш логотип на нашу продукцию. Посещайте наши обучающие мероприятия со скидкой или бесплатно. Получайте продукцию на тестирование, обзор и розыгрыше. Напишите нашему менеджеру, и он отправит вам персональное предложение по сотрудничеству WhatsApp. Ты провел там 8 месяцев. Можешь ли ты оценить, проанализировать, в чем глобальная разница между образованием, системой работы, менталитетом американцев и русских? Людей в целом и стоматологов в частности? Так сразу не ответишь. Все вместе. Начну с образования. Во-первых, я считаю, что, когда раньше нам говорили, что американцы специалисты по левому и нижнему пальцу неправильно, они на самом деле очень эрудированные в своем направлении специалисты. И они знают гораздо больше, чем знали, я говорю исторически, чем наши тогда многие стоматологи. И бить себя пяткой в грудь о советском образовании, которое мы на тот период времени уже получали в виде коммунипада, когда эта машина начала рушиться. Я застал этот период, когда мы что-то делали руками, а потом все. Потом студенты, когда я уже уходил из института, тогда руками уже не работали. Ну, или работали, это все зависело от внутреннего, скажем, энтузиазма самого студента, от внутренней мотивации или как угодно назовет. Ну, а мотивации мы чуть позже поговорим. Вот. У них четкая, прагматичная система образования, начиная со школы. Это сначала школа, high school. Человек, 16 лет заканчивая школу или во сколько, сейчас я уже не помню, поступает в колледж, где берет специальные предметы для поступления в dental school. И в dental school он занимается конкретно этими предметами, которые он изучает. После этого интернатура, захотел специализироваться, пошел в ординатуру, захотел тоже там большой конкурс. В зависимости от штата, от престижности вуза, ординатура, от школы от школы, она варьируется. Вот. И образование там построено таким образом, что у тебя все разложено по полкам. Всегда идут отсылки на какую-то доказательную медицину, на научную литературу, книги, приезжающие профессора, частно практикующие клиницисты, для которых это престижно преподавать в вузе и доносить ту информацию до студентов. Вот. Я считаю, что с точки зрения образования нам необходимо перенять их опыт подготовки студентов. И в моем понимании, что образование стоматологическое должно быть, конечно, платным. Всегда? Ну, да. К чему мы сейчас и приходим. Ну, надо его качество немножко тоже поменять. Однозначно. Однозначно. Я считаю, что должны быть частные вузы, аккредитованные, где люди будут, скажем, получать качественный, хороший, добротный контент и иметь доступ к пациентам. Потому что у американских студентов, стоматологов, у них есть четкий план не только по оценкам с данных тестов, но и по выполненным манипуляциям. Допустим, в месяц 5 коронок, 10 пломб, 2 рудканала и так далее. Разница в менталитете людей, например, или стоматологов? Удалось ли тебе там с кем-то подружиться, чтобы сохранить, скажем так, дружеские отношения? Просто больше чуть-чуть людям рассказать с точки зрения человека, который там провел 8 месяцев. Даже не просто там съездил туристом на 2 недели, а провел там время. Вот расскажи, как у них там. Ну, я много там, я прожил там 8 месяцев, но я до, скажем, исторических событий, я еще ездил туда очень часто и выступал там на местных площадках, получив, так скажем, какую-то определенную известность. Вот, я могу сказать, что очень разнообразная публика. Если у меня там друзья сейчас, да, мы периодически общаемся, там где-то переписываемся. Я много с кем общаюсь с людьми из сообщества ТДО. О нем потом чуть позже могу сказать. По поводу менталитета он где-то, наверное, схож даже где-то с нашим. Причем для меня на самом деле очень удивительно было слышать от одного из своих учителей, доктора Гарри Карр, который крестный отец микростоматологии, интеграции микроскопа в стоматологии вообще, который был, скажем, по-моему, в военно-морском флоте во времена войны во Вьетнаме. Он там воевал, понятное дело, что тоже был конфликт двух больших стран, но с каким он удовольствием, любовью, таким апиететом рассказывал о русской литературе. И мы как-то вот последний мой туда приезд, как раз-таки была одна конференция, где я тоже выступал, мы с ним вместе поехали просто в его клинику, потом мы к нему заехали домой. У него там огромная лаборатория, сканирующая электронная микроскопия, он много исследований делает относительно биопленки, микроорганизмы, гистологии. И он, вот, я бы, наверное, охарактеризовал это то, что нет лучше друга, чем враг. Я не могу сказать, что мы враги, но получилось так, что мы очень похожи. Вот мне кажется, что русские где-то очень сильно похожи с американцами. Все остальное это визуальный шум, который идет из новостей, из всего. Они такие же, по сути дела, простые люди. Они со своими плюсами, со своими минусами. Но, ты знаешь, я тебе могу так сказать, что чем старше я становился, тем мне было немножко сложнее там существовать в этом социуме. Почему? Ну, оно все, понимаешь, оно немножко, тем не менее, оно немножко другое. Возможно, тогда, когда мне было меньше лет, я как-то их отождествлял людьми. И они такие, на самом деле, в общей своей массе открытые, доброжелательные, могут где-то помочь. Но, если взять, скажем, именно общество в таком, как бы, своем таком массовом исполнении, это очень такие достаточно прагматичные, такие финансово ориентированные люди, боющиеся тоже за место под солнцем, за выживание и так далее и тому подобное. Если ты слышал такую штуку там, что некоторые летают на своих самолетах и делают очень многое, при этом частично они похожи на наших людей и там есть микроскопы, и, очевидно, на тот момент, возможно, в этом высокотехнологичном, скажем так, разрезе стоматологии у тебя там было, может быть, больше возможности развиваться, почему ты не захотел там остаться? Я хотел построить свою Америку в России. То есть ты не рассматривал, как бы, там туда? Я рассматривал, я рассматривал такие варианты и, на самом деле, такие идеи у меня одно время были. Даже я писал резюме и я, поскольку, как я вот сказал про это сообщество ТДО, в которое меня приняли, основателем которого был Гарри Карр, я единственный русский, кто в этом сообществе вообще не хотел брать из России, потому что вообще ТДО – это The Digital Office. Это программа CRM, которая как а-ля вот Infodent, iDent, вот эти программные обеспечения для стоматологии, но это конкретно эндодонтическая история. И он не хотел брать русских, потому что, ну, пиратские копии могли потом появиться. Только с России, что ли, а там нету? И Индия, Китай тоже персону нонграта в этом. Поэтому я единственный русский, кто там на этом-то был. Мне сказали, за меня поручилось много людей, вот. Так вот, к чему я это говорю? Я понимал, что я единственный из России, кто будет держать это знамя. Я буду приезжать, они будут, ой, Иван из России приехал. Он нам сейчас расскажет лекцию, как там делать эпикальную хирургию, как вот это делать, то делать, нежели чем я буду обычным рендомным эндодонтистом, просто работающим в этой вот круговерте лечения, которое им всем, по сути дела, присуще. Поэтому я решил, ну, как бы, блин, нет, я остаюсь в России. Мне потом, мне здесь понравилось, я не то, что тебе заставлял себя полюбить Россию, да, я, в принципе, свою страну люблю. Но я здесь себя чувствую и более естественней, и более своим, нежели чем там. Я понимаю, что с каждым приездом я просто становлюсь каждый раз чужим. Мне сложнее воспринимаются какие-то диалоги, какие-то, ну, скажем, ну, просто банально даже еда. Вот это насыщенная еда, пережаренная там. Я почему суши ел всегда в Америке? Потому что мне хотелось что-нибудь постненького. Вот эти гамбургеры, ты знаешь, ты съешь там, ты все объелся. Я там съедал половинку всегда, мне говоришь, ты что, девчонка, что ли? Какой-то русский-то нафиг. Ты что, половинку гамбургера съел? Нет. Я вот это даже просто банально, если взять еду. А есть там какие-то стереотипы, вот эти какой-то русский, там, в плане медведь, балалайка, водка? Ну, и ван драга, конечно. Просто все равно все... Ну, конечно, я поэтому ломал эти стереотипы, когда был там. И у меня даже, кстати, была лекция, как раз последняя посвящена, значит, я сейчас формулирую по-русски, дизайн ТДО офиса в суровых экономических реалиях и ограничивающих реалиях. Ну, Роспотребнадзор, экономика, ковид тогда еще был, постковидные вещи. Я вот как раз рассказал, что нет, ребят, это реально все сделали. Даже у нас. То есть ты взял знамя, скажем так, микроскопы и стоматологии, вернулся обратно в Россию. Вот расскажи про тот период, про эту, как вот у нас была отсылка, мы часто и пользуемся из интервью «Алексико» про свою порцию говна. «Алексико, развеете, срочно, чистая комната». Про свою порцию говна, начиная, тем более такую тему, ты не просто пришел, ну, хочу кем-то быть. Ты решил тянуть вот эту тему с микроскопом. Микроскоп до сих пор в 2023 году есть далеко не в каждой клинике. А тогда, в 2005, это, наверное, было прям, ну, что-то из области космоса. Вот про эту порцию говна, про то, как ты смог преодолеть его, расскажи про этот период. Ну, во-первых, мне в этом плане помогли мои родители. И я очень благодарен, конечно, своему отцу, потому что он в этом плане меня поддерживал. В плане, допустим, я говорю, пап, слушай, нам надо, нам нужен микроскоп. А куда нам? Он кем работал? У отец у меня стоматолог общепрактики, вот. У него небольшой свой кабинет на 35 квадратных метров в центре Москвы. Я говорю, слушай, нам нужен микроскоп, это сейчас новое веяние. И тогда это, конечно, стоило баснословных денег. Сколько тогда стоил микроскоп? Мы тогда купили его за 27 тысяч евро. Но тогда евро был другой. У меня, кстати, еще код города тогда висел в Москве. Сейчас 495, 499, у нас тогда еще 0,95. Это был пика, галогеновый свет, подкатной. Я говорю, слушай, нужен микроскоп. Потому что у меня в окружении все ребята хотели, кто автомобиль, кто еще что-то. Нет, микроскоп. И он мне в этом плане, конечно, очень сильно помог. Я должен сказать им большое спасибо. И дальше тут-то все, как говорится, из-за верте. Дальше я стал себя как бы пиарить среди коллег, им рассказывать все. Конечно, мне никто не всегда говорит, что это ерунда какая-то, нафига это тебе надо. Пошли первые направления, рефералы стали появляться, которые там куча инструментов, первые осложнения, первые ошибки. Первые, значит, эти наверняка там кулуарные разговоры про меня. Он ничего не умеет, он ничего не может. Кому вообще? Какой микроскоп, да вы что? Сколько тебе тогда лет было? Сейчас я скажу, 2006 год, мне было 22, наверное, 22-23 лет, так было. Но я верил, я много проводил времени в том, что я работал на удаленных зубах, обрабатывал каналы, восьмые зубы, тренировал навыков, потому что я знал, что, опять же, отсылка, да, мы говорим про стрельбу, то некий процент успеха в стрельбе это холостые тренировки. Когда ты выносишь пистолет, обрабатываешь спусковой крючок, ну, соответственно, выстрел не делаешь, то есть на макете тренируешься. То же самое и здесь. Больше процента успеха в антодонте это исключительно мануальный навык. Пожалуй, на сегодняшний день это пока что одна из немногих мануально зависимых специальностей, который показывает то, как ты можешь на основе тактильной чувствительности обработать корневой канал, повторить эту анатомию. Вот. И потихонечку, потихонечку стали появляться успешные клинические случаи, успешные, первая опекальная хирургия, которая привела к вертикальной фрактуре корня. Да, 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 все было и обострение, и появляющиеся первые серьезные рефералы, которые стали направлять серьезных пациентов. Опять же, обострение первые, переломы зубов, знаменитости, которые стоят. И это все вот как бы на фоне вот этих... Я думаю, блин, ну что ж такое-то? Ну как же так может быть-то? Вроде бы я и здесь. Потом понимал, что, ну, это надо... Пройти. Пройти. Какой у тебя тогда был прайс? Сколько стоили твои услуги? Хороший вопрос. Творческий был прайс. Вот мне хотелось тогда... Тогда было проще с этим. Не было тогда каких-то ограничений. Я думаю, что начинал я где-то в диапазоне, пожалуй, если взять в комплексе с окончательным восстановлением зуба, то, наверное, где-то не больше 20 тысяч рублей, я думаю, было. Это эндо плюс... Билдап. Эндо плюс билдап. Это четырехканальный, трехканальный, наканальный без разницы. Четырех, да. Ну, где-то в этом диапазоне, да, где-то в этом диапазоне. И где-то, наверное, да, где-то тогда это были такие суммы. Все деньги, которые я практически зарабатывал, я инвестировал в материалы, в новое оборудование. Ну, то есть я, допустим, зарабатывал какую-то сумму денег, да, я понимал, что следующий пациент у меня надо... Я покупал там файлы какие-то. Подожди, подожди секундочку. Сколько у тебя было эндодонтий в день в среднем? Ну, где-то, наверное, было... Ну, во-первых, начнем с того, что начинал я не чисто как эндодонтист. Я начинал стоматологию как со стоматолога общей практики. То есть я занимался практически всем. Я делал и ортопедическое лечение. Все практически, кроме съемных протезов и брекетов. Ну, понятно. И где-то я, возможно, на этом фоне мог с каких-то манипуляций вкладывать в развитие себя потом как эндодонтиста. Ты у отца работал в кабинете? Ну, получается, что это приличный процент от конечной суммы. И 20 тысяч за зуб. В принципе, это и сейчас не везде столько берут за зуб. А ты говоришь, что ты вкладывал все эти деньги в инструменты, в материалы. То что такие за дорогие инструменты, материалы? Все пилотные файлы, например. Сколько они стоят? Ну, много. Достаточно. Про тейперы на тот период, про файлы. То есть я закупал разные файлы, которые когда-либо появлялись. Там рейсы появились, FKG-компания, про файлы покупал, про тейперы. Курсы, опять же, все вот эти, которые я посещал не только за рубежом, но и внутри страны. Все это как бы уходило на обучение. По поводу прайса вот такой вопрос. Считаешь ли ты правильным, что клиники обусловливают стоимость лечения наличием или отсутствием микроскопа? Кто-то говорит, что, например, есть у тебя микроскоп или у тебя его нет. Это твоя проблема. Ты делаешь конечный результат. Как ты это сделаешь? С микроскопом, с биноклем, сидя на крыше. Это твои проблемы. А кто-то говорит, я купил микроскоп. Это сложнее, требует больше денег. Поэтому даже берут, например, если такая штука, условно, 5000 в час берут при работе за микроскоп. Или лечение на микроскопе дороже. Ценовая политика, связанная с микроскопом, как ты считаешь? У тебя как? Ну, я, конечно, здесь не являюсь финансово грамотным человеком. У меня это все идет на уровне эмоций каких-то определенных. Я считаю, что в моем понимании глупо включать микроскоп в прайс. Если у меня есть микроскоп, если у меня есть кофердан, анестезия, нет, но это априори просто распределяется по прайсу. Вот и все. То есть, я вообще, если честно, если человек делает это без микроскопа или с бинокулярами, мне абсолютно индифферентно. Есть моя ниша, которую я занял, и если я не единственный в Российской Федерации, все люди не должны лечиться у меня. То есть, я такой, что называется, нишевый определенный продукт. И люди, есть пациенты, которые хотят, допустим, кто-то хочет попасть ко мне, кто-то не хочет. Это нормально. Это рынок, наверное, как-то так. Но включать конкретно микроскоп в прайс, я считаю, глупо. Тут же у нас возникают сразу проблемы с продажей этого микроскопа, еще что-то. Я считаю, что это... Есть, наверное, финансово грамотные люди, которые могут интегрировать микроскоп в прайс, просчитать стоимость ксеноновых лампочек, которые могут рано или поздно перегореть. Есть, наверное, как-то интегрировать эти файлы. Вот мы, я пока сейчас на своем становлении как руководителя клиникой, пока еще до этого дзена не достиг. Не достиг этого дзена, чтобы можно... Хотя вектор такой есть. Мы хотим как-то попытаться высчитать вот эту финансовую эффективность, работая непосредственно в клинике. Сколько лет ты проработал у отца? С 2005-06 года по 2000... Пожалуй, сейчас тебе скажу. У нас 23-й, 22-й, 20-й, где-то до... 23-22, 21-22... Где-то до 2020 года, где-то так. Но я параллельно работал еще в найме. Я работал в найме в разных клиниках, какие только были. Я... Перечисли, да? Можно, конечно. Я работал... Начинал я работать в текстильщиках. Бразильская установка Даби Атланта. Был медицинский центр здоровья и долголетия. Начинал там такой лютый район. Потом я работал в поле медико-группно-молодежной. Клиника была еще здоровая... Здоровая или волшебная улыбка в Строгино. Работал также в университете, как хирург-стоматолог. Потом я работал еще в клинике Айсберг, всем известная. Работал в клинике Ардент Клаб у Виктории Муховой. Даже поработал у Альбина Салаватовна в клинике Инвайд. Параллельно работаю у себя. А потом я знал, что однозначно я хочу открыть свою клинику. И вот таким образом я пришел сейчас к тому, что у меня своя клиника. Ты сказал, ты работал еще хирургом-стоматологом в университете? Да. На кафедре? На кафедре. И для того, чтобы получить кандидата? Ты писал кандидатскую, докторскую? Знаешь, я пришел когда в университет и когда... Господи, Чиликин мне сказал, что... В какой университет? В МГМСУ. Вернулся, точнее, в МГМСУ. Надо долучиваться, сдавать госэкзамены. И когда, да, да, все это случилось, как случилось, возникла возможность попасть на кафедру факультетской хирургической стоматологии. Тогда был заведующий кафедры Иванов, а я пошел к панину Андрею Михайловичу. Тоже одному из своих учителей. Я подумал, что это хорошая возможность, которой надо воспользоваться. И я понял, что я могу, не поступая на кафедру терапевтической стоматологии, освоить типикальную хирургию на кафедре хирургии. А терапию я всегда смогу освоить сначала как стоматолог общепрактики, а потом пройти часы переподготовки. То есть ты дошел за навыками в первую очередь? В первую очередь за навыками. Ну и, конечно, я понимал, что если я смогу защитить диссертацию на этой кафедре, то я это сделаю. Зачем? Потому что я хотел быть профессором. Зачем? Для того, чтобы открыть кафедру Андодонтий и быть первым в России, кто будет открывать кафедру. Кафедру Андодонтий на базе чего? Нашего университета. Получилось? Нет. Что воспрепятствовало? Кабинетное пролизывание всего и вся. К сожалению, я служить бы рад, прислуживался тошно. И я понял, что у меня дергается глаз от этого всего, и я этим заниматься просто не буду. Ну вот будучи таким чацким в университете, расскажи, пожалуйста, про систему нашего образования и про то, куда ты попал. Какие там есть вот траблы? Ох, как мне сложно было. И Андрей Михайлович, надо отдать ему должное. Это мы с ним... Я помню, он на меня и повышал голос, и мы как-то и ругались одно время. И он со мной не разговаривал. Мне приходилось подходить к нему и извиняться. Я был неправ, меня простите там. Это было капец. Я был не сдержанный настолько, то есть я там мог наорать. На тему чего? На тему всего. То есть на тему просто поведения. Я говорю, я не согласен. Какой-то вот был буйный нрав. Ну и, конечно, приходилось доказывать, что я все-таки был волком среди овец. Или, наверное... Вот. Я говорил о том, что... Я говорил о том, что нет. Додонти – это правильная специальность. Кисты можно лечить. Вы тупые хирурги. Они излечиваются. Да, есть ситуация, когда мы не можем их изучить. Да, для этого есть эпикальные хирургии. И вот это все наличие какого-то хронеосепсиса, что эти зубы надо удалять, что это все нельзя стерилизовать. Вот это все, и оно, конечно, и оно нас... И вот эти, кстати, споры по поводу диссертационной работы. Я говорю, нет, я хочу написать вот так. Он говорит, так нельзя, это неправильно. И вот это все – это было вот такое вот бурление всего остального. Я никогда не понимал, почему я учусь в ординатуре. По факту ординатура для меня порой складывается – принеси, подай, иди нафиг, не дешай. Но меня там бесило практически все. Многие вещи. Меня бессилили эти интриги. Но это коллектив. Это работа в коллективе. Но это тоже надо. Это тоже надо пройти, это тоже надо понимать. Потому что институт во многом, он тебя как специалиста облагораживает. Безусловно. Хотя бы даже потому, что ты не говоришь 46-й зуб, а зуб 4,6. Величайший дар преподавателя – это уметь студента заразить. И учитывая, что само по себе образование, оно очень такое сухое, мало кому оно нравится. И я когда был студентом, я говорю, а чем я отличался лучше? Чем я был лучше? Нет, конечно. То есть у меня получалось, что мне ничего не было интересного. Я не хотел… У меня вот тоже тогда, например, опустились руки. Ну, нафига мне вот эти вот гликозаминогликаны, биологии. Но когда я, например, занимался патфизиологией, мне прям понравилась патфизиология. Я прям патфизиологией просто заболел. У нас был Аркадий Борисович Денисов, преподаватель. Он, конечно, с юморком, где-то нас там опускал, но мне нравилось, как он… Мне очень нравилась гистология, мне очень нравилась патанатомия. Фармакология была, конечно, для меня сложна, и я ее не понимал. Но вообще преподаватель, он должен… Вот именно должен. Я люблю, конечно, вот эти вот сентенции, да, но прием должен заразить студентов. Но мы, к сожалению, в такой вот чашке Петри бултыхаемся. Мы… Мы имеем то, что имеем сейчас. У нас те люди, какие есть сейчас. Значит, мы будем работать с тем, что у нас есть. Значит, надо выложиться так, чтобы сформировалась определенная школа. Вот если ты попал, условно говоря, в волк среди овец, там, где овца среди волков, как угодно, зачем ты им там такой конфликтный, сложный нужен-то был? Не проще было тебя просто втурнуть оттуда? Не можешь победить, возглавь. И прошло время, и мне многие хирурги стали направлять пациентов, которые со мной спорили. Да, но на кафедре-то зачем им такой проблематичный человек? Маятник качнулся в сторону сохранения зубов. И надо, кстати, отдать должное к тому же, например, Алексею Фролову, кто все-таки где-то вот этот момент сохранения зубов возродил. Потому что когда у тебя даже с Дмитрием Компанийцем, когда мы там первый раз познакомились, но потом стали вместе работать, стали общаться с ним, он говорит, да зачем это зубы сохранять? Удаляй и ставь имплант. А кто знает больше об осложнениях? Об осложнениях знают эндодонтии и имплантации, знают исключительно врачи-стоматологи и ортопеды. И они стали понимать, что зубы лучше сохранять свои собственные, неже чем удалять и ставить имплантат. Потому что столько, сколько проблем бывает с имплантатами у ортопедов, ни у кого не бывает. Больше химсэнда. Понимаешь, если мы говорим про осложнения в рамках энда, это всегда осложнения в рамках одного зуба. Если мы говорим про осложнения в рамках имплантата, это осложнения в рамках имплантата, мягких тканей и костей. поэтому в моем мире я считаю что я не считаю я уверен в этом что проще решить осложнение додонтическое нежели чем 3d микроскоп красков что за тема нужна ли она рабочая ну на данный момент я пожалуй отвечу так что у меня нет проблемы которые мог бы решить 3d микроскоп прежде всего это качеством изображения чтобы там не говорили это вот я недавно может если видел в инстаграме как-то выкладывал видео чемоданом из яролаша да тоже такая отсылка когда мне привезли 3d микроскоп такая маленькая коробочка такого как у компактная клиника в принципе небольшая 60 квадратных метров два кабинета 2 клёво у меня будут стоять 3d микроскоп я буду работать и подождите это еще плазма нужна туда закатывает огромную плазму я понимаю что еще нужна плазма для ассистента я такой думаю то есть ты по факту получаешь такую маленькую коробочку такую компактненькую но у тебя еще такие две огромные плазмы то есть это уже сжирает колоссальное количество пространства и на самом деле еще проблема это качество картинки потому что если говорить про разрешающую способность человеческого глаза то банальная ситуация мезиальный щечный корневой канал номер 2 mb2 в полости зуба он может быть очень небольших размеров если вот построение изображения идет на мониторе с этими линиями квадратиками и пикселями мы можем не заметить то есть у ребенка вполне возможно да я скажем нахожу mb2 вот кстати сегодня у меня был клинический случай как раз сегодня второй маляр верхней челюсти большой коренной зуб по статистике mb2 ну там бывает ну да там есть мб2 да но они либо сходятся ладно дело 10 но я вот например сегодня был mb3 и тонкий перешейк линия которая идет от щечного канала и под микроскопом то порой бывает сложно заметить нужно препарировать эту линию перешейка для того чтобы туда файл потом поставить свой спад и обработать канал в 3d микроскопе этого нет этого нельзя увидеть пока что ждем повыше разрешать ждем повыше разрешающую способность сначала положено я не могу сказать что эта технология не имеет места быть почему нет это интересно это прикольно это там такой 3d эффект вау эффект но пока я не вижу вот именно в своей практике необходимость 3d микроскоп доверие пациента нет лояльность врача это дорогой подарок который тоже надо заслужить не стоит думать что медицина и барберная за углом равны поэтому хочу напомнить что врачей тоже есть вы кастинг пациентов и однажды переступая границы можете ее потерять навсегда это твоя фраза из одного из постов какой у тебя кастинг пациентов ну я всегда когда начинаю лечение в первом посещении очень крайне редко в основном всегда все проходит через первичную консультацию где я пытаюсь выстроить общие точки взаимоотношения с пациентом я конечно понимаю что зачастую вот эти некие американские модели консультации менеджмента видеть что за модели сейчас расскажу и когда первый раз приехал на грудь не первый раз это можно вырезать когда первый раз приехал на т.д.о я был на лекции у гарри кара как раз таки по первичной консультации где он в пример приводил книгу одной женщины она из сомали по моему называется книга цветок в пустыне или что-то роза в пустыне когда сомалийцы встречаются в пустыне они начинают перечислять общих предков в английском языке называется common ancestors и если у них нету вот этих общих предков они становятся врагами автоматически да то есть у них нет такого что просто нейтралитет да я уж не знаю там будут они там друг другу врезать глотки за это я не знаю смотреть будет косо но смотреть будут наверно косо как один из вариантов и вот когда приходит пациент мысль я всегда стремлюсь с ним выстроить определенные взаимоотношения ведь люди скорее всего приходят не только за лечением зуба они хотят рассказать что-то и о себе и эту информацию я всегда стараюсь как-то из них выудить чтобы найти общей точки соприкосновения то пошутить где-то пошутить про себя где-то что-то рассказать и таким образом расположить их к себе таким образом но я конечно понимаю что у нас мы периодически бывают пациенты приходят сразу так вот моя к то вот консультация все и равен она тоже нам могу там допустим да все охватил рот так а все замечательно до свидания сучу не шучу вот значит и есть пациенты которым я могу сказать что нет каким причинам как кастинг если я не могу с ними нормально удоверить ненормальных лояльных отношений к себе когда пациент допустим грубой попадается или пациент например пренебрежительно относится каким-то скажем моим высказываниям ну то есть допустим играть здрасте вот очень приятно пообщались кто вас направил так он зачем я такой у себя хорошо продолжаем этом я понимаю что объясню почему даже больше процент успеха он зависит не только от того что ты сделаешь руками case selection case selection а он будет зависеть от того насколько ты выстроишь вот эти вот хорошие взаимоотношения не знаю флюиды позитивные вайбы как угодно это можно назвать но это будет располагать к тебе тебя к работе потому что больше процент нашего успеха зависит еще от того насколько ты комфортно будешь пребывать во время лечения с этим пациентом и тоже немаловажный момент и это на самом деле макроэргономика не микроэргономика макро это концентрация лечения на конкретном зубе для спасения этого зуба у конкретного пациента и так далее и тому подобное личное отношение все равно важно что однозначно однозначно и понимаешь как бывали ситуации когда пациенты от меня уходили бывали по какой причине общих предков не нашли цена а сколько кстати вот цена сейчас до 120 тысяч рублей любой зуб не это максимальная назвал а минимально минимально 70 это одноканальный комеду ну можно так сказать да если мы цена она бывает варьируется потому что бывают одноканальные зубы не дай бог каждому и можно допустим скажем столкнуться с центральным резцом верхней челюсти там с фрагментами инструментов с супра кристальной перфорации которые нужно закрывать хирургически только они с применением материалов на основе от ракет агрегата что они будут постоянно вымываться и а бывает вторым большой коренной зуб верхней челюсти который ты в одно посещение сделаешь это с микропеккальной хирургии или чистое на что ты имеешь ввиду микро ну вот за сто двадцать тысяч рублей без без это как правило демонтаж штифтово-культевой вкладки это закрытие перфорации это извлечение фрагмента инструмента это распломбировка корневых каналов это механической медикаментозная обработка четырехканального зуба снесения гидроксида кальция и следующее это механическими крестной обработка спломбировка и функциональное восстановление без коронки но цена достаточно приличная кто эти люди которые так борются такими высокими ценами за свои зубы которые готовы бороться при том что гарантия так понимаю на это нет не может есть прогнозы я я говорю всегда честно и откровенно я бы я и рад вам дать гарантию то есть я сейчас не беру в расчет юридические аспекты составляющим понятное дело сейчас кто то есть там может особо прошаренный там в юриспруденции сказать она там гарантия не дает 1 гарантия по законодательству 5 лет 10 лет я я говорю все честно если бы я мог сохранить этот зуб и сам я обычно говорю так помните вот в начале девяностых кашпировский был такой люди включали телевизор там ставили тазик заряжали воду вот он мог предсказывать там события я я к сожалению нет ни кашпировский я не обладаю таким даром при если бы обладал то тогда наверное я бы вам мог гарантировать но если бы я мог это гарантировать здесь меня была бы просто очередь из людей я бы еще выбирал кого я буду принимать и кого нет ну я конечно шучу всегда вот а кто эти люди да разные люди абсолютно разные у меня я не могу сказать что у меня там прям сегмент пациентов какие-то там воротила нефтяного бизнеса абсолютно и работники университетов и научные сотрудники и московская какая-то интеллигенция разные разные абсолютно любви ну сейчас там очень много процент я смотрю в руку возрос психологов прям много стало в обществе потреблятства такая специальность как врач давно утратила свою ценность как-то это понял и были ли мысли о смене профессии нет смысле о смене профессии не было также как и когда я пришел на кафедру хирургии со знаменем того что нужно все изменить я все еще живу теми же идеалами и буду жить того что это все можно изменить и если я не смогу это поменять в общей массе я либо смогу как-то с этим не сможешь изменить используй либо у меня будет свой контингент и пул пациентов которые будут со мной мыслить на что-то подразумеваешь потребляться вам касаемо стоматологии потому что я для меня дико когда например пациент отменяется день в день для меня дико когда пациент используют фразы там обслужить сервис и так далее я не понимаю когда пациенты некоторые допустим говорят о том что я не люблю слово сервис меня почему-то от него начинает коробить сервис он должен быть с точки зрения встречи пациента как такового на рецепшене но с точки зрения того что пациент когда приходит к врачу он знает что он приходит к врачу вот вы сегодня разговаривали про рама доведяная как мы как-то с ним вместе отдыхали в ингушетии я грелом раман сэр чем должна дать должное за то что вы один из немногих специалистов кто всегда настаивал на том что мы врачи то что мы не на рынке мы не торгуемся у нас к нам пациенты приходят за лечением пациенты хотят к нам прийти пациенты доверяют нам пациенты относятся к нам с уважением не то что я там прихожу там с перстнем там как дон корлеона там поцелуете нет то что мы мы нормальные адекватные общающиеся люди и даже если что-то происходит мы понимаем это я понимаю что если человек там не пришел я могу там ладно хорошо бывает или там я там к примеру задержала прием летом опоздал это тоже помогает потому что если мы не выстраиваем этого общего взаимодействия с пациентами если в антодонте и обострение часто возникает и доверие можно на раз-два потерять но когда ты выстраиваешь эту общую точку взаимодействия это позволяет решить кучу проблем вот про проблемы посмотрев на твои работы и на то насколько эргономично и качественно это работаешь возникает мысль о том что ты работаешь идеально какой твой был последний факап когда за такой панель на косячу мы людям и косячим я не могу сказать что я это путь мы в принципе идем по этому пути какой-то цели к дзема неважно к чему и на моем уровне восприятия это действительно может казаться факап на уровне восприятия врача который относится к своей работе хорошо я но он без каких-либо там изысков для него это может пока по мне показаться к любой своей работе я могу отнестись с критикой да действительно есть работы которые мне нравятся самому безусловно мне нравится я получаю это удовольствие уж я не знаю там нравится кому-то они там из другого окружения там эндодонтического истеблишмента да но мне нравится я получаю этого удовольствия какой мы был последний факап ну как тебе сказать смотря что считать факапом по твоим критериям по моим критериям надо вспомнить последний раз я помню работал обрабатывал корневой канал мизиально-чешний корневой канал номер был такой витиеватый очень сильно и у меня файл ломается в основании то есть ручка ручка просто файла остается у меня в руках а файл на всем своем протяжении ломается внутри корневого канал достал но его есть за что доставать да но не забывать просто друзья давайте выпьем за то чтобы когда нас спрашивали как у нас был последний факап мы вспоминали его также долго как иванович хорошо сказал как относишься смотря как относиться к факапам ну shit happens про эндодонтический истеблишмент обмельчал нонча эндодонтист если раньше у нас была идея то сейчас ой глядите сложный случай я не смог пройти канал но вот вам прекрасная песня про ирригацию уже пора отрастить яйца и дальше жесткий спор заруба с михаилом елендой пара слов про культ карга что это было что за культ карга и а чтобы культ карга не знаю ты написал наверное прогуглил чтобы я даже не наш такой культ карга видимо это какой-то всеобщий бэнд веган на которые все садятся и аплодируют по я мне не показал что я с мишей как-то спорил да ты прям может это какие-то шутливые ваши отношения там михаил что-то ответил и ты ему написала что что-то типа да ты сам и один из вот этих как раз таки условно обмельчавших донтистов я покажу тогда тебе этот пост может ты тогда вспомнишь вот по поводу обмельчал эндодонтист идея сложный случай и уже пора отрастить яйца что-то имел ввиду да наверное все вместе я еще раз говорю что многие кто все очень серьезно воспринимает мои посты ну хорошо давай поговорим об этом у нас на тот период времени была идея война с имплантологами за то что мы должны сохранять зубы нежели чем удалять и ставить имплантаты у нас были уже стали по его меня стали появляться первые отдаленные результаты относительно отдаленные результаты и сейчас я немножко как тебе сказать я не вижу достойных работ в эндодонти очень давно что является достойной работой мануальные навыки то про что говорил шилдер вот этот за флоу это когда мы повторяем анатомию системы корневых каналов то про что говорил стив бюкеннон о том что мы должны повторить эту анатомию для того чтобы датрон затронуть многие стенки доставить ирригационные растворы подавить некротизированной ткани и это показывает это отражает качество пломбировки отражает качество инструментальной обработки корневого канала и это умение я не вижу последнее время достойных сложных клинических случаев я вот если ты например читал какие-то некоторые посты также мои наверняка прочитал пост про наследие который я написал который вызвал бурю негодования и мы тогда поругались очень сильно ну наверное как мне показалось пор поругались с ольгой земляковой вот на что кстати я должен сказать на дате должное она мне первое написал сказал я была не права теперь я понимаю о чем ты говоришь я голь я должен отдать тебе должное что ты большой молодец я бы никогда не решился вот так вот сам первый взять и написать что-то от ольги земляковой надеюсь она тоже у нас рано или поздно появится да да я она поступила очень достойно и я должен сказать что здесь она прям большой молодец я к чему это написал я вижу последнее время очень сильную обезьянью работу я не вижу вот я сказал все в начале интервью о том что есть сидел обрабатывал канал я изучал эту анатомию но сейчас то что я вижу я вижу заблокированные корневые каналы недообработанные недопройденная просто выполнена тупо мануальная работа обезьяния работа даже которая доработать докуда-то канал запаковать его при этом написать красивые посты о протоколах там что-то ирригации пломбировки при этом финальный снимок с клампом от кофердама дальше мы боремся с инфекцией внутри корневого канала но при этом скоттон пэлот отправляем к ортопеду который со слюнями снимает слепки для изготовления культевой вкладки ребят но а какой вообще бактерия антибактериальной терапии консервативном лечении вы вообще говорите вы зубы сами не восстанавливайте каналы анатомии вы не знаете вы не повторяете и ну знаешь тебе могут люди возродить они скажут знаешь что иван вот было бы классно если у меня тоже был отец с кабинетом центре москвы который бы мне позволил купить микроскоп я бы лечил каналы по 80 120 тысяч я бы тоже тогда сидел над каждым карпел а у меня план мне нужно 20 каналов в день меня ипотека я просто не могу сидеть извиняюсь выражением драчить эти каналы потом по часу по полтора по два мне просто нужно выполнять план что им делать до хребет бы у них не выдержал с таким отцом работать вместе и жить поэтому я всегда когда мне кто-то пытается помню тоже мы там написали как-то в инстаграме давайте значит а давайте вы лучше напишите книгу о том как бы хорошо что вот типа мой отец помог нет нет я буду тебя бы хребет не выделил с таким отцом бы у меня очень когда мне говорят о том что вот тебе повезло о том что у тебя там отец я говорю вы знаете разговор в пользу бедных на самом деле какой прессинг был на мне вы такой прессинг никогда не испытываете родители у меня очень хорошо очень я не мог позволить себе ударить в грязь лицом перед ним и перед собой и перед теми кто преподал на мне был очень жесткий прессинг со стороны как родители со стороны университета и окружающего общества поэтому это все относительно и я считаю что когда говорят мне у того что мы начали я там из рабочих кварталов я еще нет а я из семьи врачей да но я могу зато двигать науку таким образом потому что я не думаю о деньгах я это знамя несу как данка который сердце вырвало идет к вам но когда я работал у отца у меня лечение не стоило 120 тысяч это у меня сейчас стоит 120 тысяч рублей я это заслуженно сделал твое хобби очень важную часть жизни у тебя занимается стрельба не было ли у тебя мысли уйти на время допустим из стоматологии и заняться этим плотно не знаю открыть там свой тир какой-то или выступать еще там активнее по этой теме тоже отнимает определенное время были ли такие мысли ресурсы ну не накопил ли ты на достаточно патронов на на безбедную старость у слова да нет не накопил я вообще считаю что ясно в нашей стране копить это глупо нам постоянно куда-то деньги вкладывать нажимы например в кого-то вкладываешь во что-то в развитие но в развитие клиники мы постоянно что-то я что-то постоянно покупаю но вот ты же можешь уйти быть просто руководителем клинике тоже генерирует доход конечно но это нужно постоянно ходить в первое время в клинике для начала потому что для того чтобы пустить на рельсы это предприятие даже такое маленькое там их надо находиться по поводу открытия клиники и совмещение с работы врачом вот опять же я часто в интервью такую фразу спрашиваю что нужно ли убивать в себе врача открывая клинику потому что есть мнение о том что когда ты открываешь клинику нужно становиться бизнесменом переставать быть врачом если хочешь развивать это как бизнес иначе это все превращается в авторскую клинику люди идут на врача тяжело и реферативно отдавать они говорят мы хотим лечиться только у вас и ты получается закапываешься то есть и клинику не развиваешь и как врач ты тоже не можешь себя забить там целыми днями это сложно не не скрою я конечно не опытный далеко не опытный бизнесмен как я уже сказал не финансово особо грамотный я некоторых управленцев послушал интервью не могу ничего сказать что я для себя из этого интервью вынес это сложно но как один мой друг сказал и невозможное возможно нам бы ван сэм данного ван сэр да вот это непросто но начало положено я над этим работаю например скажем возвращаясь к посту про наследие у меня сейчас уже два ординатора которые прошли у меня так называемую ординатуру которые работают час у меня и у меня там есть например мой прайс есть прайс их и соответственно некоторые пациенты готовы я насколько отличается на 20 и 30 процентов меньше то есть у тебя условно говоря от 80 до 120 у них от 50 до 80 по поводу вот как раз мануальных навыков учитывая что ты работаешь супер точной мануально такой обусловленной сфере не было ли него как никогда у страха что а вдруг что-то со здоровьем и получается я в своей профессии никак не смогу двигаться страха не было как такового но мысли такие всегда есть но мысль была не то чтобы за здоровье она была а что буду делать я когда не смогу держать в руках наконечник какое же время придет однозначно и жанр вы районе поздно вот поэтому нужно развиваться дальше не нужно останавливаться на одной клинике нужно вторую клинику открывать там третью и так далее и тому подобное вам будет как бизнес ну он понимаешь как работа в конечном итоге как я вижу да свою старость да что я там буду работать свое удовольствие и один-два раза в неделю и принимать каких-то пациентов будет клиника которая будет меня поддерживать в если это получится отлично не получится ну значит буду чем-то другим заниматься значит значит может быть ножи буду делать вот по поводу ножей кстати стрельба у меня такой вопрос приходилось ли тебе за пределами полигона использовать ствол или нож нет не дай бог в какой-то не дай бог нет но только если воздух пострелять ну воздух понятно не дай бог и кстати ты знаешь обычно когда я вот так говорю обязательно что-то на следующий день да происходит поэтому нет не приходилось слава богу не приходилось я надеюсь не придется я вообще считаю что вот эти все истории с ножами с пистолетами это все хорошо это нужно я считаю там каждый должен научиться стрелять как мы все разговариваем про культуру оружия но не дай бог этим как бы воспользоваться потому что это это не игрушки ты за или против легализации огнестрельного оружия хороший вопрос я не знаю как на него ответить если честно с одной стороны как спортсмен который кучу документов собирает для того чтобы взять этот пистолет и перевести его из одного тира пункта а пункта б то я наверное за легализацию краткоствола по лицензии там какой-то спортивный практическая стрельба это спорт по сути дела с точки зрения среди населения я бы не хотел быть третьей стороной не участвующей в конфликте двух других людей потому что люди которые применяют огнестрельное оружие могут применять его не совсем коррект не совсем понимая что происходит те самострелы которые происходят в тирах люди которые даже себя убивать они не не понимают что патрон нарезной он взлетит дальше может попасть в человека просто который ну не имеет никакого отношения хочешь покончить жизнь самоубийством ну куда-нибудь отбеги за мне выстрели там в пулеулавливатель к примеру а это может попасть в инструктора холи волхавлевать сэш какая продуманная эргономичная смерть оба человека если вон такой поставлю пулеулавливать но это 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 просто уже такая искажение такой дальше в плане стрельбы там есть пулеулавливатели когда патрон попадает например в мишеню там же грубые там брезент еще что-то там какая-то ну не солома стекловато там да и дальше уйдет металл вот это называется пулюлавливатели хотел бы я открыть свой тир нет меня таких мыслей не было никогда хотел бы я чаще выступать как у любого ну как у любого амбициозного человека чаще выступать да я хотел бы конечно и какие-то какие-то места может получать разряды медальки это безусловно есть но моя проблема в том что вот эти амбиции они очень часто мешают а стрельба амбиции не прощает и здесь когда ты во главе угла ставишь вот эти достижения это всегда мешает дальнейшему росту и развитию и спорт в отличие вот чем не нравится например стрельба там очень много схожего с вот как ты сказал с эргономикой и со стоматологии в частности потому что умение стоматолога хорошо работать заключается в концентрации внимания и стрельба это исключительно работа с концентрацией ни в одном ни одного спорта вот именно как практическая стрельба не именно пистолетов самая сложная дисциплина не существует когда ты совмещаешь в себе высокий пульс мелкую моторику мелкая моторика это умение обработать спусковой крючок таким образом что у тебя идет точная попадать на адреналине на пульсе идет точное попадание в цель нож ты прибегаешь это мушка болтается ты не у тебя там пелена от этого адреналина перед глазами тебя высокий темп ты куда-то несешься и ты бам там к примеру попадаешь но в зону абсолютно незачетно это точнее в зачетный но с меньшим количеством очков а вот умение себя заставить как вот это меня фраза недавно понравилось по-моему дадим аккомпаницию как сказал аутистичная скрупулезность вот это кстати по поводу работы это аутистичная скрупулезности концентрация позволяет этого добиться и стрельба это исключительно работа с концентрацией работа с собой по поводу адреналина когда-то последний раз дрался нижнем новгороде недавно буквально что произошло ко мне подошел официант сказал бы я опоздал на галл ужин у дениса яковлева было мероприятие вот это не позаботка он называется денис в общем яковлев организовывал мы пошли в ресторан я не опоздал и поскольку уже там всю еду съели я позвал официантов можете мне вот с меню заказать я потом оплачу это он значит принес все принес там пиво значит и это оплачиваете я подождите я еще пиво хочу выпить и он в общем ушел я подозвал менеджер главного вы знаете а вы могли бы этого цента больше не давать я оплачу но только нет не такими как бы не надо меня заставлять это делать мы давала хорошо всем приводим да мы его уберем и все и но это вот как раз таки но можно назвать это драка я могу еще драку одну сказать потом тоже конечно если интересно и значит денис говорит слушай не плати мы все это возьмем я буду хорошо я выхожу уже закатом такси уже заказал до гостиниц а вы оплачивать то будете он ловил уже я услышал и толкнул его но я когда я допустим до этого момента дрался у меня была одна весовая категория сейчас у меня другая весовая категория и он улетел но обещал верно он такой чё-то учету сказал явно еще толкнули он улетел в подсобку к охранникам охранники такие так что это такое так всем сидеть свободен я бы сказал ну и все и охранник такой стал такой что-то на меня смотрит такой забоялся такой что случилось что случилось вашему официанту скажите что он татуировки сен на руках набила яйца не отрастил короткая короткая была длинная драка как раз я ехал подписывать автореферат на диссертацию грузил вещи в автомобиле и меня проехала машина ремонтных работников значит начали мне сигналить а узкая мажайский переулок узкая дорожка такая я бы ребят но подождите я сейчас уберу они давай орать не факт пока средний палец показывает ах так ну ладно брал вещи иду смотрю они стоят около метро я им раз по зеркалу сбил его он и пошел метро иди сюда я такой как бы среди людей а я понимаю что он сзади я разворачиваюсь ему кроссом бью как раз таки в глаз он падает подбегает ко мне 2 мы начинаем ну как бы тоже с ним драться ну третий меня уже повалил вот и дальше уже менты подошли часто вообще такие истории в жизни ну бывали ты вот оценивая их после того как это произошло не было те мысли что блин нафиг вообще с ними начал такие руки же все-таки дорого раз нет у меня почему-то как-то раз и я почему-то об этом не думаю у меня как-то раз и как все идет по накатами по накатами да ну я хотя на самом-то деле если честно ну я не были в жизни я занимался боевыми искусствами но это ну такие боксами например никогда не занимался а чем занимался про накатами каратэ я занимался шатакан потом долгое время занимался кендо полировка полировка нету хурика занимался хурика хурика но это тоже дисциплина одна немецкая нет расскажи попозже это что-то такое а потом немецкая там три разновидности синяя красная белая но если немецкая то это уже интересно да вот кендо это японское боевое фехтование где в таких вот шлемов таких с бамбуковым мечом как тебе занесло туда увидел понравилось с ума сойти сколько это еще таит в себе талантов первый дан у меня по кенду я до японцы приезжали как раз петербурге сдавал на первый дан по поводу твоих талантов еще вот я тут заценил на медни твой рилз юмористический в инстаграме ты до этого особо такого как бы не снимал каких-то именно рилз формат почему вдруг решил снять вот сценарию там то что с русланом наверное да 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 руслан кайтуков руслан как написал в инстаграме ну мы там периодически нам переписывали что-то кстати по поводу руслана тоже потом расскажу руслан кайтманстон правда кайтманстон да значит он мне по-моему по-моему он мне отправил как раз таки коротенькое видео с денира где он сказал что я на него похож по моему было так я бы суши руслан ну а вокруг вот как раз таки этом темыч там алексик потом гиви они постоянно поносили этих тик токеров и по и руслан не сказал да что даже на него там они что-то постоянные парафинили яга не бойся я беру их на себя за меня тебя защищу не бойся давай с тобой снимем классный тик ток но я хотят на не уже не тик ток это просто релс я есть классная тема у тебя в принципе аудитория ну молодые люди дайте кто киры и которых все году ой там тик токеры все за фигня там это контент для дегенератов одноклеточный форматами зачем мы сделаем с тобой интеллектуальный тик токс камеру вот есть например там стэн ли который в марвел а тут как бы я буду и мы сделали такой вот тик ток как раз таки вот именно you talking to me ну и я на взял пистолет аютик токинг аютик токинг то нельзя и все получилось мне кажется очень классно получилось это такое получился классный интеллектуальный контент мне очень понравилось по поводу как раз просто с одноклеточным форматом ты видя то что допустим снимают люди коллеги там в инстаграме бывало ли у тебя такое что ты такой или любое творчество кренжатина ну да да или любое творчество она достойна выражение как бы каждый делает ну я к этому спокойно отношусь я вообще считаю на самом деле что эндодонтисту воевать в принципе с кем-то ну по прошествии времени это глупо потому что мы стоматологи помимо того что мы для пациент мы еще и для врачей в том числе поэтому и как бы наемники условно такой чвк чвк эндо чвк эндо чвк эндо вью вот и хороший зачем зачем воевать можно возглавить зачем воевать можно использовать и зачем воевать можно так вот коллаборационировать и вот мы сделали такую прикольную вещь а с точки зрения ну видишь наверное тем еще он так много смотрит этого что у него уже на весь инстаграмм забит этими дурацкими тик токами один раз мне не понравилось одно одно видео я не я просто не плыву мне кажется это бред какой-то ну не тоже бред но это еще чуть снимаешь то и как бы врач или кто-то ну хотя бы даже так я понимаю там моральные принципы у каждого свои там можно парафинить тик токи а по ночам топить котят в москва-реке то есть это этом и это для него нормально а для него тут снимает тик токи может быть он не знаю бабушке там помогает которая соседка не ходяча но когда вот например снимает откровенно тик ток где у нас карта не не работают а можно там типа занала сколько у нас там до конца приема ну это я считаю полная это что за линии сюжетные что я пока не понял ну анал а карта нет анал а сколько нас до конца ну как бы это ну это вот к этому как раз таки вопрос мы с вами говорили про потребляться в это этому целый пост посвятил нет ли у тебя ощущение того что большое обилие контента выставляющего врача как раз таки таким прыгающим стремящимся угодить любым способом клоунадничающим врачом и обилием этого контента и позиционированием перед пациентами перед ними того что стоматолог это не врач а в первую очередь такой вот про сервис как раз таки и связи с возрастающим количеством этого потребляться нет ли такого ощущения что это коррелирующие величины вполне возможно но это средств поколения мы всегда будем мы мы всегда проблемы отцов и детей мы никогда не будем понимать этих тик токеров тик токеры не будут понимать нас у меня есть свой свое поколение свой спласт средств пласт пациентов которые будут приходить ко мне они приходят ко мне кстати не только из инстаграма я даже не знаю нет не отслеживал инстаграм это больше как нам как визитная карточка определенно как мини такой веб-сайт который есть но в основном люди которые приходят ко мне это люди которые приходят ко мне интеллектуально интеллигентный публик люди которые приходят к тик токером но это публика то который к ним приходит они не плохие тут молодое поколение и некоторые я считаю самым щеки правильно говорят что нужно во все сферы деятельности заходить просто tick tock может быть интеллектуальным можно рассказывать например про какие-то материалы коротенькие ролики снимок это коротенькие ролики по эргономике там тоже снимать почему нет точек-тактак это только формат и тут имеется ввиду больше и 2-го именно чем речь такая нарицательное я думаю что я думаю что у них свои пациенты у них свой пласт пациентов у меня свои думаешь то так скорее всего скорее всего вот этот вот сервис и потреблядство и барберная это наверное больше касается каких-то эффективных менеджеров которые как-то недавно какой-то группе написал стоматологов из из урала не уж не помню про что мы там говорили в общем я сказал там что массаж ступней и кофе с собой вот такого быть наверно не должно а вот это наверное гораздо более опаснее наверно чем тик токи я почему об этом говорю я знают не понаслышке я у меня у дочери есть определенные заболевания и мы ездили несколько раз в америку в гостальми и на лечение это считается самой эффективным на который фала формирует если так можно сказать все эффективные менеджеры как на наношение объятны но я могу вам сказать что там эффективность заключается не в сервис там заключается не в том что тебе там дадут кофе поцелуют тебя там в попку и и розочку туда еще засуну колючие интересный сервис а там там такого плана что на каждом из этажей есть на каждом за то есть администратор на каждом из этажей есть координатор и ты когда приходишь в отдел финансирования да вот заплатил там сразу деньги причем причем нас на квитанции был был бы стояла estimate fit приблизительная стоимость 25 тысяч долларов никакого плана лечения вам заранее составленного ничего то есть прям конкретно вот заплатите вот это приблизительно будет стоить только и каждый раз на каждом этаже на как вам бы мы не находились нам всегда говорили вас сейчас посмотрит врач приходит медсестра месяц я сейчас соберу вас анализа сейчас вас посмотрит врач я узист сейчас вас посмотрит врач я такой-то сейчас вас посмотрит здравствуйте я врач интерн но сейчас вас посмотрит врать и ты такой ждешь такую так у тебя саспенс хичкоковский сейчас где-то врач подойдет на эту знаешь мана небесная там как в клипе у моби и такой врач такой снизошел вот это сервис эффективность управления очень важный момент 25 долларов нет ли у тебя мысли о том что люди пытаются сделать эффективный менеджмент чтобы заработать денег для клиники чтобы иметь возможность в таком количестве держать врачей интернов на каждом этаже администратора когда они лечат канал по 4000 рублей у них запись 30 процентов у них нет возможности устраивать подобные вещи насколько эти тоже вещи коррелирует я считаю что ну во первых нам часть суммы вернули мы все 25 тысяч долларов не реализовали которые должны были ты ствол собой не брал вот мы но понимаешь как я всегда для меня что проблема составление плана ли финансового плана потому что как бы я ни старался мне порой бывает я всегда пациентам говорю это не финальная стоимость эта стоимость не вся сразу нам дробится по количеству посещений и вероятнее всего она будет изменяться в сторону уменьшения но все равно люди порой запоминают только финальную цифру а у тебя как в клинике есть какие-то кураторы лечения на есть такая тема куратора есть человек который выполняет мануально ну те с кем я начинал работать они это бы тоже в их развитие вкладываю и допустим ассистент который она который мне раньше ассистирована уже гигиенист нас клинике она занимается плане гигиену под микроскопом сто процентов времени светлана которая была администратором и у нас в маленьком кабинет сидел на диване с такой у меня была браку еженедельник бумажный этом обзванива записывал пациентов она сейчас уже куратора и управляющие и под ее началом уже два администратора которые работают по поводу гигиены под микроскопом ты можешь объяснить в чем прикол зачем микроскоп на гигиене визуализации в бинокулярах недостаточно а что если недостаточно такой маленькой визуализировать на гигиене подесневой зубной камень и плюс еще ты можешь пациенту с точки зрения маркетинга объяснять почему ему необходимо лечить эту зуб потому что даже ну ты объект банально сейчас не влезаем научные доказательности ты просто банально показываешь увеличенный объем грезной полости дальше направляешь по смежным специалистам а сфотографировать и показать недостаточно на микроскопе именно такие детали даются лучше нежели чем общая картина на зеркальной камере это для тех кто спрашивал зачем микроскоп в гигиене у ивана в клинике по крайней мере он используется но ты знаешь вот эти вопросы о том что зачем микроскоп для эргономики прежде чем это опять же общая фраза вот это понимание вот мне удобно да есть понятие комфорт широко комфорт это минимальная мышечная активность все именно поэтому у нас стул с подлокотниками именно поэтому мы сидим в позиции когда у нас задействован только мышцы стабилизаторной там не широчайшие мышцы спины не бицепсами трицепс и а мы работаем кисни рук и у нас правильная позиция и проблема здесь не то что если я работаю с микроскопом я работаю лучше чем врач который без микроскопа проблема в том что я вот сейчас пришел к примеру там домой меди болит спида у меня нормальная просто голова если работодателю пофигу как приходит его врач домой он говорит ты работаешь клинике мы деньги зарабатываем как ты там приходите домой мне все равно открывай свою клинику можешь пожалуйста пару слов сейчас вот на вот эту камеру сделать для тех кто покупает клинику микроскоп но не покупает кресло с подлокотниками пожелание какой-нибудь удачи насколько это правильно вообще обоснованно можно ли так делать но я считаю что закатить микроскоп в кабинет это вообще не о чем должны быть специализированные кабинеты которые конкретно сделаны спроектированы под микроскоп и я когда клинику планировал мы как делали как в фильме догвиль смотрел наверно но это фильм ли нет декорации там декорации просто вот как бы начертание так вот эту комнату и все на самом деле мы сидим и я расставлял эти пеноблоки приблизительно картонка расположение кресло здесь будет микроскоп здесь будет бак волк немыслимое количество розеток у меня в клинике у меня вообще в принципе клиника маленькими настолько сильно нафаршированная всякой электроникой что у нас практически сопление это заходишь клинику а у тебя там шнур от этого ультразвука тендомотора подкатной микроскоп ты не можешь подкатиться к ближе к пациенту не может попросить пациента ближе пододвинуться к себе и вот они все как раз не сидят и работают на этих жердочках даже сказал что я думаю что если меня напрягается спина работа под микроскоп значит я поработал хорошо а я вот например мне работаю вообще не напрягает и так и это кстати я делаю все хорошо не потому что я такой офигенный какой-то мануалист я просто в расслабленном положении нахожу и я работаю легко качайте спину в тренажерном зале да не надо на микроскопическом да вот действительно лучше спину качать и и кстати я я на самом-то деле мы когда проводили эту конференцию vision team поднимите руку кто ходит там в тренажерный зал там ну там пример половина зала кто ходит там к мануалисту потому что не болит спина там тоже половина зала а мы вам сейчас дадим рецепт того чтобы вы работали и потому что все говорят что все там работа но все почему-то вдруг ходит меня спина от работы никогда не болела на спина болела только под становой тяги на самом деле друзья мы для вас вы цыганили практически жирнющий просто шикарнейший приз это нож от ивана вечного и что нужно сделать для того чтобы получить такой приз у меня есть лучше чем нож смотрите у меня есть к нак как кастет золотого цвета золотой зуб ну как кастет но только не холодное оружие как но стоматологи любят клатчи там всякие ремни и пряжки и на этом к маке выгравлены буквы l вы выведом но это вообще прям жир-жир что нужно сделать как получать это как вы не в анекдоте когда новый русский купил барабан от страдивари так он же говорит скрипки делал так это он для лохов скрипки делать для нормальных пацанов барабана так вот лови витон для нормальных пацанов кастет как для нормальных пацанов кастет вот надо мне в личные сообщения в инстаграме в мой аккаунт отправить клинический случай рентген снимок прицельный боковой зуб верхней или нижней челюсти выполнены от и до соответственно не коты коты мы не принимаем мы исключительно только прицельные снимки будет в жюри три человека это я и два не донтист из моей клиники магомед и давид и мы выберем лучше полные условия конкурса читайте в описании нужно подписаться на канал оставить комментарий так далее все смотрите в описании иван огромное спасибо за такую беседу пожалуйста я надеюсь все кайфанули так же как и мы здесь будет до потому что если вы не кайфанули я вас пасеку шучу не шучу ладно шучу друзья всем пока и до новых встреч